В Европе новый коррупционный скандал. На сей раз под прицелом бывший глава Европарламента, а ныне кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц. В чем обвиняют политика, подробнее Елена Зорина. Махинации с деньгами Европарламента. Похоже, главный конкурент Ангелы Меркель на предстоящих выборах в Германии вляпался в серьезный скандал. Обвинения в адрес Мартина Шульца пока только на словах. В интервью одному из немецких изданий Инге Гресли, председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом поведала о сомнительных повышениях и необоснованных вознаграждениях в бытность Шульца. В частности, о премиях до двух с лишним тысяч евро, когда они не должны были превышать 500. В обвинениях среди прочих сотрудников фигурирует пресс-аташе, политика и менеджер его нынешней избирательной компании Маркус Энгельс. Гресли утверждает, якобы уже в первый рабочий день Шульц определил местом работы своего пресс-аташе город Брюссель, хотя на самом деле тот находился в Берлине. А позже, по документам, именно в этот город Энгельсой отправил в длительную командировку, за что он получал всевозможные надбавки и неплохие командировочные. Комитет уже направил запрос в Управление по делам Европарламента, чтобы там пояснили ситуацию. Ответ ждут в начале марта, пока нарушений не нашли. Также стали изучать информацию в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством. И в случае чего здесь готовы начать расследование. Сам Мартин Шульц коррупционные обвинения в свой адрес пока не комментирует. В стенах Европарламента он провел более 20 лет. Сначала как депутат, а последние 5 лет возглавлял его. Президентское кресло покинул совсем недавно и вступил в политическую борьбу на предстоящих выборах в Германии. Шульц, по данным соцопросов, опережает Ангелу Меркель. Но, очевидно, этот скандал повлияет на рейтинги социал-демократа. Возможно, даже внесет существенные изменения в таблицу фаворитов немецкой гонки. Из Брюсселя Елена Зурина, Иван Гермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.